Школа 639 Выбрали руководителем попечительского совета, который родители создали для того, чтобы родители могли полноценно участвовать в работе школы Это были непростые времена, это были середины нулевых годов И самое сложное было в том, что финансирование никакого бюджетного школам практически не выделялось Еле-еле сводили концы с концами Поэтому мы собрались с активными родителями и подумали, а что нужно сделать для того, чтобы эту ситуацию изменить И можно ли ее изменить Мы приняли решение, что мы создаем попечительский совет Мы создаем фонд развития школы номер 639 Для того, чтобы нашим детям было комфортно Ведь каждый ребенок проводит в школе практически вторую половину своей жизни Часть дома, часть в школе И очень важно было родителям понимать, что здесь ему будет хорошо Пришлось очень много поработать Пришлось очень много вложить Ну, могу сказать так Что начали мы с того, что заменили окна Потому что в холодные времена из окон дуло так, что дети болели Там в классе было, может быть, две трети детей Одна треть была на больничном Самое важное, что нам, родителям, удалось сделать Это сказать себе, что дети наши в школе должны быть как у себя дома Они должны быть в июте, в комфорте Им должно быть удобно И они хотели бы утром идти в школу, а вечером возвращаться домой И это было самое важное, что мы сделали Потому что, когда родители объединены Когда они думают, прежде всего, о результате Что ребенок идет в школу для того, чтобы быть здоровым И получить качественное образование Вот тогда эта синергия, которую родители объединяют Дает просто неимоверный результат И, конечно, так получилось, что власти города заметили нашу инициативу Попросили нас поделиться нашими навыками, нашим умением, нашим опытом Перед другими школами Меня пригласили выступить на правительстве города Матвенко Валентина Ивановна Рассказывая, что мы сделали, для чего, почему Какие у нас в этом проблемы Какие плюсы, какие минусы Что нам не хватает Конечно, были аплодисменты, что было очень приятно Но самое важное, и спасибо Валентине Ивановне Было то, что она спросила А у вас есть мечта? Вы хотите сделать то, чего вы не смогли бы сделать сами? Я говорю, конечно, есть Валентина Ивановна Мы хотим построить бассейн в школе Только абсолютно не знаем, как это сделать И вдруг я получил фантастический ответ Она вызвала человека и спросила Что у нас с программой строительства бассейнов Уже в готовых школах Просто такой программы не было Это была экспериментальная программа Какой-то чиновник встал и говорит А она уже, у нас 10 школ Она уже все заполнено Поэтому, типа, мест нет Она говорит, включите, пожалуйста, 639-ю школу В эту программу Таким образом мы получили серьезный старт Для того, чтобы сделать то, где мы сейчас находимся И в итоге не прошло и нескольких лет Как мы получили в школе И это уникальный опыт Редкая школа может этим похвастаться Вот такой фантастический бассейн Причем уникальная вещь этого бассейна Еще состоит в том Что в него можно перейти из школы Не переодеваясь через коридор Чего тоже не было Чего тоже мы добивались И поэтому сейчас, когда наши дети На уроках физкультуры Могут получить уроки плавания Вот в таком шедевральном месте Это тоже наша гордость И поэтому очень важно Чтобы в дальнейшем Ведь мечты-то не заканчиваются Новое поколение родителей Тоже умело мечтать Умело объединиться Умело мечтать И добиваться того Чтобы школа становилась все лучше и лучше А куда развиваться Еще много-много есть направлений Безусловно, мне хочется сказать Слава и благодарности Нашему первому составу Попечительского совета Который передает Свои полномочия Новым членам Попечительского совета И мне хочется надеяться Что новый Попечительский сисковед Будет также активно принимать участие В жизни школы Школа – это не только то место Где наши дети получают образование Находят новых друзей Это то пространство Где они еще и обретают Свои новые увлечения И, возможно, находят Свою будущую профессию При поддержке Попечительского совета В школе создаются и проводятся Многие творческие, интеллектуальные Научно-технические конкурсы В частности, в этом году Мой сын, средний сын Стал финалистом Всероссийского конкурса Большой перемены И здесь однозначно заслуга школы Которая привлекла его туда Помогла ему подготовиться К этим конкурсам Мне хотелось бы призвать родителей Больше принимать участие В жизни наших людей Наших будущих взрослых людей Наших детей Поддерживать их Помогать им Не бояться Призывать их участвовать Даже в тех конкурсах Которые кажутся нам Очень сложными И недоступными Это не так Им все по силам Они многое могут При нашей поддержке И при поддержке нашей школы После создания Попечительского совета В 2006 году Самое главное, что произошло Это резко Расширилось окно возможностей Того, что можно сделать в школе Помимо того, что Необходимо, чтобы дети были здоровы Есть еще Очень много вещей Которые без Попечительского совета Сделаны бы не были Не надо никогда Придумывать ничего Мы когда Увидели Первоклассник Какой портфель Несет с собой в школу Но это мужчине тяжело А что говорить о первоклассках Не все же На машинах Привозят их сюда Они идут сами Что можно сделать Для того, чтобы он Не носил ребенок Такой портфель Простое решение Дайте ему возможность Иметь В свою внутреннюю камеру хранения В школе В классе В которую он может Положить один комплект Учебников тяжелейших А второй дома Где он может положить Спортивную форму Где он сменку может положить И вроде как Это простое решение Покажите мне хоть одну школу Где оно реализовано Но здесь это есть И это тоже большой-большой плюс Задача родителей основная Не критиковать учителей Что они там плохо следят Плохо смотрят за детьми А сделать так Чтобы учителям помогать Еще очень важно Что мы сделали Очень серьезный треугольник Взаимодействия Педагогический коллектив Родительский коллектив В качестве попсийского совета И ученический коллектив И в этом треугольнике Очень легко было Получать обратную связь Родителям от учителей Учителям от родителей А самое главное от детей Например, в нашей школе Очень сильно развито Самоуправление детское Вот, очень много Примеров можно приводить И дети здесь настолько активны Потому что у них Есть такая возможность Поэтому очень хотелось бы Чтобы следующее поколение родителей Эти возможности приумножали И делали так Чтобы детям было Еще лучше, лучше и лучше Когда ваш ребенок Поступает в школу Для него начинается Новый этап жизни И этот этап начинается Точно так же и для родителей Не старайтесь отгородиться А наоборот Максимально включиться В жизнь В новую жизнь Вашего ребенка Ведь для него Это такой новый Неизведанный этап В котором ему тоже Нужна поддержка И от того Насколько активно Вы будете участвовать В жизни школы В жизни класса В жизни Околошкольной Вашего ребенка Будет зависеть то Как он будет Как он будет относиться И к своей учебе И к своему Внеклассному образованию И к тому Какую позицию он будет Занимать в жизни Мне очень бы хотелось Обратиться к родителям Как вновь пришедшим в школу Так и к тем родителям Которые уже Поддерживают своих учеников Которые в средней И в старшей школе находятся И обратить внимание на то Что очень важно Какая среда Формируется Внутри родительского сообщества Потому что Безусловно Родительское сообщество Это колоссальный ресурс Это колоссально Поддерживающая среда Инициативная среда И очень хочется Чтобы родители Понимали это И понимали Что школа является Уникальным пространством В котором ваш ребенок Может развиваться Проявляться Быть активным Творческим Где его поддержат Поймут И это все Транслирует своим Детям безусловно Родители Которые очень тесно Общаются между собой В некоторых классах И мне очень хочется Чтобы эта Идея сплоченности И активности родителей Она дальше существовала Будьте активны Будьте проактивны Тем более Что в наш век Современных технологий Это достаточно легко сделать Для этого Не обязательно Ваше физическое присутствие В школе Вы можете это делать Дистанционно С помощью мессенджеров Соцсетей Это очень просто Включаться в жизнь Вашего ребенка В классе И в жизнь Целого класса И школы вообще Давайте ходить В школу вместе С вашим ребенком Одно из главных Достоинств наших Учеников в школе Это творчество Здесь очень Нестандартные ребята Мы постарались Также В рамках взаимодействия С педагогическим коллективом Наш попечистский совет Сделать так Чтобы в каждом ребенке Постараться заметить Его таланты Ведь кто-то может рисовать Кто-то умеет петь Кто-то хорошо Языки даются У кого-то математика И для того, чтобы Все это проявилось Нужно место Где Можно сверить результат Такого места не было Был обычный актовый зал Где во втором ряду Не было ничего видно Где не было сцены Вот И не было звука Не было света Как проявлять себя В этих условиях Конечно можно Но когда ты Подготавливаешь базу Для того, чтобы Дети могли творить Ее надо сделать Качественно Мы после того, как у нас Это получилось Называем это Вторым большим Концертным залом Октябрьский Потому что Практически Мини-модель Ряды Ярусные Звук Фантастический Свет Уникальный Сцена Здесь Только ленивый Не может добиваться Результат А поскольку Мы своих детей Очень сильно любим То мы хотим Сделать так Чтобы они Результаты Добивались Всегда По запросу Попечительского Совета Благотворительного Фонда Поддержки Школы 639 Невского района Санкт-Петербурга Мы аудиторской Компанией Эффективные решения Провели проверку Деятельности Фонда За 2019 И 2020 Год В ходе Проверки Мы установили Что все средства Которые перечисляют Родители Поступают На расчетный Счет Организации В безналичном Порядке И благотворительные Взносы Расходуются На Хозяйственную Деятельность Школы Об этом Составлен Отчет Аудиторской Компании За 2019 И 2020 Годы Нашему фонду И нашему Попечительскому Совету В этом году Исполняется 15 лет Это определенный Юбилей И рассказывая Про фонд Я очень много Рассказывал Про то Что мы сделали Но если бы Меня кто-то Спросил Какую главную Задачу Мы выполняем И будем Выполнять Это то Что наши дети Имеют Расширенные Возможности Наша школа Побратима С огромным Количеством Школ В России За рубежом Дети общаются Постоянно На разных языках Они ездят Друг к другу В гости К нам приезжают Гости Мы ездим Это настолько Расширяет Границы Образовательного Процесса Что оценить Даже в баллах Это невозможно Это можно Только оценить В том Какую путевку В жизнь В дальнейшем Будет получать Наш ребенок Но всему Есть свое время И руководив Советом 15 лет Надо передавать Как бы Бразды правления Уже новому Молодому поколению Родителей Я уверен Что это поколение Разовьет Наши инициативы Приумножит То что мы сделали И сделает так Что детям Будет еще лучше И им будет Достигать Своих результатов Еще проще Поэтому обращаясь К более Молодому поколению Родителей Хочется сказать Друзья Не подведите Потому что дети Это самое главное Мы вас всегда Будем поддерживать А вы пожалуйста Делайте так Что все было великолепно С благодарностью Принимаем Эстафету От предыдущего Поколения Родителей Отношу себя Уже К современному Поколению Родителей И школьников Так как у меня И сын и дочь Сейчас учатся В нашей школе Я был воудушевлен Когда узнал И погрузился В детали Той истории Взаимодействия Родителей Администрации Школы Учеников Для того Чтобы делать Жизнь Наших детей В этих стенах Лучше Комфортнее Интереснее Успешнее Мы уже провели Заседание Попечительского совета В обновленном составе Встретились С представителями Большого сената Это орган самоуправления Наших школьников И уже на текущий момент На рассмотрении Попечительского совета Есть несколько проектов Инициатива По которым Исходит От наших же школьников Это и Организация Школьного радио Это и Периодические Клубы Интересных встреч Это и Обустройство Конечно же Современных Зон отдыха Для наших детей Уважаемые родители Будущее наших детей В наших руках Давайте объединимся Давайте активно Поможем Сделать Быт Жизнь Обучение наших детей Интереснее Лучше И эффективнее Искренне Благодарим вас Уважаемые родители За всю Оказанную поддержку Нашей школе В развитии Комфортной среды Для обучения Спасибо Благодарим вас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok